В эти дни идет активное бронирование отелей на новогодние праздники. Попасть в Сочи на Новый год еще возможно. Отели Красной Поляны сейчас забронированы на 80%. Ожидается приезд 350 тысяч горнолыжников. В целом же курорт примет 500 тысяч человек. Особенность нынешнего сезона отмечает в управлении курортов то, что туристы наряду с горным кластером выбирают места размещения в Прибрежном на 6% больше, чем в прошлом году. Все практически пытаются внедрять в систему «все включено». Это также приветствуется нашими туристами. И масса других бонусов. Основное – это, конечно, цена. Из-за того, что стоимость на побережье дешевле, поэтому туристы выбирают именно прибрежный кластер на период новогодних праздников. Глава города обращается к присутствующим на планерке представителям Советов ТОС и, как всем жителям города, в праздничные дни меньше пользоваться частным транспортом. Создать комфортные условия для гостей, которые приедут к нам массово только на две недели. Ведь именно туристы – наши главные инвесторы. За руль не садиться. Если захотели поехать на Красную Поляну, пожалуйста, электрички, пожалуйста, автобусов будет достаточно, машины не трогать, либо будет транспортный коллапс. Это неудобство, это не комфорт для самих жителей и, естественно, для гостей. Они будут рассказывать, что «да не, ну что это за отдых, когда стоишь в пробках по полдня?» Ну, все сами понимают. А это наши инвесторы. Другого у нас нет. Это они везут нам деньги. Это за счет этих денег мы живем. А работа общественного транспорта на Новый год будет существенно усилена. Добраться до Красной Поляны будет несложно. Кроме автобусов в направлении Красной Поляны будут курсировать 8 пар электропоездов «Ласточка». Добавится количество автобусов именно с 29 декабря по 8 января, что позволит нам сократить интервал движения в направлении Красной Поляны до 5-7 минут. Что касается наших электропоездов, то их будет тоже даже больше, чем в прошлом году. Ну, а встречать гостей принято всегда в чистом доме, поэтому на 15 декабря намечен общегородской субботник. Необходимо не только избавиться от мусора, но и где-то убрать сухостой, где-то кронировать деревья. Более того, продолжается благоустройство зеленых зон. В селе Голицыно в ближайшие дни будет открыт сквер. Еще один обустраивается сейчас в микрорайоне Блиново. Его откроют 20 декабря.